Вы зашли на мой канал Малахов ПРО. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария. Рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика. Как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления и, что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Жизнь человека удивительное явление. И вот вспоминаю себя мальчишкой, когда повзрослел и решил, а чем же мне дальше заниматься, в какую сторону посвятить свою жизнь. Мне попались фотографии Арнольда Шварценегра и Франка Колумба. То есть мне попались фотографии многих мускульменов и, естественно, из них вот Франка Колумба выделялся, вот вроде так небольшой человек, а рост на него небольшой, но такая сбитая, буквально-таки отлитая мускулатура, свидетельствующая о огромной силе этого человека. И это послужило тому, что вдохновило меня на путь собственного телостроительства. Мне тоже захотелось быть таким же мускулистым, сильным, как Франка Колумба и его друг Арнольд Шварценеггер. И, конечно, другие-другие, многие другие бодибилдеры. Потому что каждого нормального человека привлекает и радует в первую очередь эта красивая фигура, красивая, ладно, сильная фигура. И дальше уже там прочие качества. То есть вот это меня подвигло на занятия силовыми видами спорта, на работы над собой. Но в дальнейшем, уже повзрослел, я как-то начал по-другому относиться к людям. Уже, естественно, не просто вывеска человека интересовала, а стала интересовать, а что стоит за этой вывеской. То есть кого можно брать в качестве примера для того, чтобы вот этому следовать. Следовать тому, чтобы стать самому лучше, успешнее, красивее. Чтобы нравиться, в конце концов, себе и жить примерно так, как тебе хочется, как тебе нравится. И опять-таки вот всплывает пример Франка Колумба. До этого я его не знал как человека. Да, ну вот он качается, вот он мужчина. Но что за человек? А человек это оказался действительно очень-очень удивительный, который сохранил себя как человека, который сохранил свою мечту и который воплотил ее в жизнь. Он сделал себя, вот многие говорят, сделал себя, он сам сделал себя. Но как он сам сделал себя? Многие не знают. А я вот как раз интересуюсь. И Франка Колумба мне стал еще более дорог с позиции вот своей человечности, с позиции того, как можно отстоять свою собственную мечту. Вот смотрите. Родился он на Сардинии, Италии в 41-м году. Ё-моё, война, война кругом, семья бедная. И он, когда подрос, то что ему делать? Пас, пас отцовский овец. То есть из, можно сказать, этот человек проделал путь от пастушка овец к званию мистер Олимпия, тваждый мистер Олимпия. Это удивительный путь. Так вот он начал, как и многие мы, вот, да, ничего вокруг нету, никаких предпосылок. Родители тебе ничего там не дают. Тебе надо все делать своими руками. И вот он начал с того, что пас овец отца, при этом частенько находился в лесу, ночевал там, ему приходилось добывать себе еду, исходя из того, что имеется вот здесь вот, так сказать, подручный, подручный корм. И все это он проделывал сам, понимаете, вот это вот должна быть у каждого человека определенная самостоятельность, которая позволяла бы ему не только выживать, это в первую очередь, а вот закалять свой характер, и когда он введет цель, то достигнуть ее. Вот так и Коломбо начал с того, что в лесу был самостоятельный, был сам предоставлен себе и должен был о себе позаботиться. Далее его, когда он уже подрос, его захватил бокс. И в этом деле вот он преуспел. Значит, он выиграл, в конце концов, он выиграл чемпионат Италии по боксу среди любителей. А это многого значит, очень многого значит. То есть цель поставлена, надо ее достичь, и он ее достичь. Далее у него поменялась цель его. Его увлек силовые виды спорта. Он начал заниматься железом и решил наращивать физическую силу. И далее, это же не просто так, что он... Для этого надо опять-таки создать какие-то для себя условия, чтобы можно было заниматься любимым делом. А кто это будет финансировать? Вот прямой вопрос встает, кто это будет финансировать? Естественно, Франко Коломбо никто не финансировал. Поэтому ему приходилось работать. Уехал в Западную Германию, был тренером по боксу, работал в ресторанах, водителем такси, был охранником в барах. Свою мечту надо зарабатывать, надо обрабатывать. То есть мало веры в нее. Надо эту веру подкреплять и закреплять чем-то материальным, таким, чтобы она действительно осуществилась. И Франко это делал. Удивительно. И вот в Мюнхене он как раз знакомится с Арнольдом. Там занимается, продолжает заниматься железом, выступает в пауэрлифтинге. И что он, значит, решил подготовиться к своему первому соревнованию по жиму лежа. И вот представьте себе, человек готовится к соревнованиям, жим лежа. И нелепая случайность происходит, что он роняет эту штангу из-за того, что ротозии страхующие рядом находятся. И эта штанга гарифом попадает ему в рот. Представляете, в рот выбиваются зубы, травмируется язык, разрезается об эти зубы. Многие бы забросили, да ну его эти железяки, зачем ими заниматься? Ё-моё, ты тут рот разбил, зубов нету, что делать? Но тем не менее, Франко это не бросил. Он продолжал заниматься. И на соревнованиях он выиграл, выжал 150 килограммов. А в 1968 году он выиграл и чемпионат Италии и Европы по пауэрлифтингу. Быстро наращивает силу, то есть человек должен любить это. Он должен любить силу. Только человек, любящий силу, может заниматься так. При весе 85 килограммов он вообще... Показывает удивительные результаты. И для настоящего времени это удивительные результаты. И удивительные результаты для того времени. 85 килограмм. Жим лёжа штанги у него 238 с лишним. Представляете? Становая тяга 340. Насколько мощная спина была у него. Присадает со штангой практически 300 килограмм. 297 кг. А я с весом 110 килограмм тогда у меня была. У меня были приседания лучше. 255 на один раз. Но это 110 килограмм и 85. Представляете? То есть человек, любящий силу, любящий спорт, отдающийся этому. Вот, говорит, что удивительно. От кого и с кого надо брать пример для того, чтобы была мотивация заниматься. Но, как говорится, это ещё не всё. Далее, значит, он начинает заниматься карьерой культуриста. То есть его пленил мир красоты, мускулов, красивой фигуры. С Европы он переезжает в Америку. Представьте себе, за Арнольдом следом. Для того, чтобы переехать в другую страну, надо действительно иметь какую-то колоссальную мечту. Надо иметь смелость. Надо иметь веру в самого себя. И вот, кстати, вот эти все пастушьи дела не прошли даром. Заботиться о самом себе. Переехав в Америку, ему надо было выучить язык. Ему надо было там найти какую-то работу. Никто же его не будет обеспечивать. И вот он и работал там на стройке. И кем там он только не работал. Уже в Америке. При этом занимался. И для того, чтобы было будущее, он поступает в медицинскую школу. Чтобы получить медицинское образование. Чтобы у него была такая приличная профессия. То есть человек, любящий тело, любящий организм, он, естественно, выбирает врачебную профессию. Которую еще больше раскрывает для него различные тайны, что и как. И вот смотрите, там, там уже в Америке, в 76-м году он выиграет звание мистер Олимпия. Через день он выступал в соревнованиях по силовому экстриму. И там, через день, и там он, это соревнование называется сильнейший мужчина. И там он получает тяжелейшую травму колена, который выбивает его из строя на несколько лет. Казалось бы, все, карьера рухнула, перечеркнулась. Обычно после таких травм люди там, дай бог, чтобы они ходили самостоятельно. Но не тут-то было. Кто угодно. Сдастся, но только не Франко Колумба. Франко Колумба благодаря собственной разработанной системе начинает реабилитацию разорванного колена. Начинает реабилитацию потихонечку, полигонечку. Начинает далее после определенных упражнений приседать, закачивать. И представьте себе, представьте себе. В 81-м году он вновь возвращается на подиум мистер Олимпия и завоевывает второй раз звание мистер Олимпия. Представляете? Вот что значит человек, который создал себя, который верит в себя. Вот эти личностные качества, которые я совершенно недавно узнал, они еще сделали лично для меня Колумба еще каким-то более ценным примером, с которого вот надо брать пример, чтобы не отчаиваться в собственной жизни, чтобы верить в себя, чтобы, будем говорить, несмотря ни на какие невзгоды, все это преодолеть, остаться самим собой и достичь цели. Вот таким был Франко Колумба. Удивительным бодибилдером и еще более удивительным человеком. Потому что за каждым чемпионом стоит личность. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!